Итак, привет, дружище! Наконец-то, наконец-то настал этот момент, но вначале ставишь княжеский лайк, насыпаешь себе пельмешек, вот, и главное, да, там, их отвори или пожарь сырые, не надо, сверху сметанка, майонезика, перчика немножко возьми, выдави, да, там, чаёчка налей, не в тарелку, а в себя налей, и тогда всё будет хорошо, вот, главное ещё подписаться не забудь, поддержать тебе не сложно, как бы, а мне пипец как важно. Ладно, не суть, скажем так, я уже давно хотел записать это видео, наконец-то я добрался до него, хотел снять обзор на тот проект по GTA 5 RP, на котором играю, и когда у меня возникло это желание, было прям огромнейшее количество вещей, которые я хотел бы обсудить с вами, рассказать про этот сервер, про его минусы, косяки и так далее, что-то меня пипец как дико бомбило, и вот это вот всё. Ну, времени не было, время появилось, сейчас сел за компьютер и такой, ооо, а чё рассказывать, а хер его знает, чё рассказывать, короче, просто так ко всему этому привык, то, ну-ка поговорим, давайте с вами поговорим, какие-то моменты расскажу, выбешивающие, но потом, впоследствии, когда уже буду пилить следующие видосы, там я уже буду брать более какую-то узкую тематику, касаемо, к примеру, какой-то работы, буду рассказывать о плюсах и минусах и так далее. Сразу хотелось бы отметить, что я сейчас, ну, как и все, грубо говоря, стримеры, ютуберы, сотрудничаю, да, с данным проектом, все, вот, никто просто так на каком-то проекте, ребятушки, не играет, хотя, опять же, если бы мне реально конкретно не понравилось бы, я бы психанул бы и, там, неважно вообще, какие плюхи бонусы, ушёл бы, но вначале у меня такие мысли были по поводу данного проекта. Так, нахожусь я в аэропорту, друзья, нахожусь я в аэропорту и самое интересное, что, когда ты начинаешь играть, ты появляешься именно в аэропорту, когда ты первый раз попадаешь в этот штат, и вполне это всё, ребята, логично, видите, тут пацаны ходят, они не знают, по сути, что делать, если бы я сейчас был не на мотоцикле, я бы им, конечно, помог бы, но, в целом, они могут пройти дальше, перейти через зебру, арендовать какой-нибудь дешёвый, скажем так, мотороллер, и на этом мотороллере уже доехать до такой работы, как, 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 а какая работа? Работа у нас под названием электрик, вот там первые бабулеса можно сделать, впоследствии сдать на права, купить себе сим-карту, онлайн-банкинг я бы вам не советовал бы за 15 тысяч делать, потому что, в принципе, он никаких супер-бонусов не даёт, а в начале 15 тысяч тратить, которых у тебя и так нету, конечно же, не хочется. Помимо всего, тут приезжают автобусы по городу, будут катать, да, тут новички могут, грубо говоря, бесплатно скататься, но не суть. Скажу сразу, наверное, как и везде, новичкам здесь, наверное, достаточно будет трудно, хотя нет, я вам потом некоторые вещи расскажу, но если ты перейдёшь по ссылке в описании, дружище, вот, там будет рефералочка, вот, по ней переходишь, попадаешь сюда, на первый сервер, и просто меня находишь. Или, к примеру, ты это можешь сделать во время стрима, тогда, как бы, вообще будет всё изи, прям за тобой приедем бригады, или нужный человечек за тобой выйдет, или я приеду, мы тебя заберём, примем семью, накормим, оденем, обуем, дадим оружие, дадим там первые какие-то деньги, и вместе будем, скажем так, работать и сражаться на благо семьи, вот, это не то видео, в котором я буду рассказывать, как лучше здесь начинать игру, потому что я уже, если честно, особо-то и не помню, и даже какие-то мои подписчики, которые приходят со мной поиграть, опять же, там, по рефералке, мы их стараемся как-то встретить, не со всеми получается, но мы стараемся их встретить и приютить, и пацанам развиваться намного легче, когда ты уже сразу сообща с какой-то командой это делаешь. Не суть, давайте сразу начнём с каких-то неприятных вещей, прям вещах, которые меня выбесили. Даже несмотря на то, что я попал на этот сервер, у меня даже была какая-то определённая начальная сумма, меня всё равно здесь просто невероятно бомбило. А бомбило меня почему? Потому что мой первый GTA RP сервера, проект, это был GTA 5 RP. Ну и как свойственно, когда у тебя какая-то первая вещь, да, там вырабатывается привычка, тёплые чувства, и вот это вот всё, и ты привыкаешь, когда ты попадаешь на что-то другое, тебе неприятно, тебе нужно переучиваться, тебе нужно заново соображать чудо, как работает, короче, и тебе поначалу всё выбешивает, и тебе не нравится, в особенности, если ты даже чего-то не понимаешь. А если бы, к примеру, у меня там не было никакой начальной суммы, я бы там, наверное, вообще психанул. Но есть очень важный момент, да, я неопытный RP игрок, я, скажем так, не особо знаю правила, я ещё не до конца вдохновился и понял всю эту движуху и всю концепцию вот этой вот RP жизни в GTA 5. Но потихонечку я знакомлюсь, провожу достаточно много времени в игре, и начинаю всей этой темой проникаться. И сейчас, конечно, ко многим вещам, от которых меня изначально бомбило, я начал относиться реально спокойнее. Первый косяк, о котором бы хотелось бы поговорить, это то, что, к примеру, ну, представь ситуацию, ты новенький, ты новенький, и ты там, вот, на работах, по поводу работы мы поговорим отдельно, вот там прям вообще, ну, я пару раз кончил, я вам объясню потом, почему. Вот, касаемо обновлений работ, здесь, ребят, поверьте мне, всё хорошо. Ну, не суть, ты новенький, ты пробиваешься сквозь вот эти вот все преграды, тебя там кто-то пытается ограбить, кто-то обмануть, кто-то изнасиловать, не суть. Ты взял, заработал там свои какие-то первые 10-20 тысяч, и ты такой, типа, бля, куплю машину. Плевать, мусорник, плевать, какую машину, но куплю. У меня будет своя личная машина. Ведь это круто, согласись. Но, как только ты купишь эту машину, ты столкнёшься сразу с определёнными проблемами. А первая проблема будет заключаться в том, что после покупки твоя машина возьмёт и, ну, куда-то исчезнет. И, в принципе, это, конечно, абсолютно нормальная ситуация. На многих GTA 5 серверах так происходит. Ты там купил машину, она у тебя там куда-то исчезла, сразу там в гараж, там ещё что-то и так далее. Но фишечка-то заключается в том, что, к примеру, когда я играл в GTA 5 RP, там была достаточно простая система. Хотя она мне тоже в своё время казалась невероятно сложной и тупорылой, да? То, что ты там вышел из игры, вылетел, у тебя машина пропала и всё. И ты её, ты должен теперь там как-нибудь изъёбываться, чтобы её, грубо говоря, заспаунилась. Здесь же ещё намного сложнее. То есть в GTA 5 RP ты там приезжал, к примеру, на какую-то парковку, подходил к парковщику, платил там 80 баксов и ты спаунил себе машину. Или ты приезжал на штрафстоянку и там платил 350 баксов и, если не ошибаюсь, тоже спаунил себе машину. Тебе не нужно было там коврову лить, ничего, всё нормально. Приехал, заспаунил, всё, пошёл дальше играть. Здесь же по-другому. Тут ты должен арендовать парковку. И это сделать достаточно сложно. И, во-вторых, дорогое. Я, конечно, предполагаю, что есть разные парковки, да, там разные стоимости. Я, наверное, за всё время, пока не играю, так и ни разу парковку никакую не арендовал. Но вот, к примеру, приезжаете на буковку П, и, казалось бы, целая куча свободных мест на парковке. Но не тут-то было. Они, на самом деле, все заняты. И, если же, ежели, всё-таки есть какое-то свободное место на парковке, то оно будет отмечено жёлтенькой машинкой. Тогда вы можете к ней подойти и арендовать. Вот. Арендовать вы можете на несколько дней. Заплатите это вы, наверное, за это тысячи две, три, пять в день. И это не маленькая цена, ребятушки. Да, особенно для какого-то начинающего игрока. И, как бы, тогда уже, подходя к этой парковке в следующий раз, когда вы арендовали и туда поставили машину, вы можете эту машину заспаунить. Вроде бы всё логично, вроде бы всё просто. Огромнейшее количество парковок в штате. Но они все заняты. Они все заняты. И, как бы, тебе нужно объехать парковок пять, шесть, семь, чтобы найти где-то свободное место. А ты можешь даже не найти. Да, казалось бы, не проблема. Можно зайти в 7.30 вечера. Там эти парковки обновляются. Слетают парковки тех ребят, кто не оплатил. И ты, как бы, берёшь, спокойно арендуешь. Но это запара. Это реально выбешивающая запара. Есть другой вариант. Да, у тебя может быть дом, и ты там можешь парковать машину. Но ты попробуй купи этот дом. Я, конечно, понимаю, что с домами сложная ситуация на всех РП-проектах. Я думаю, что здесь тоже сложная ситуация. Нету ни одного свободного дома. И как только разработчики... А, кстати, разработчики постоянно добавляют новые дома. Как только разработчики добавляют какую-то серию домов. Вот, к примеру, недавно, зная, что дефицит домов, разработчики добавили 50 домиков. Разной ценовой категории. Там и за 200, и за 500 тысяч. Да, не суть. Вот, добавили. Просто в одну секунду это всё было раскуплено. И в первую очередь это было раскуплено, конечно же, перекупами, которые эти дома перепродают. Но, слава богу, разработчики, скажем так, борются за пролетариев. Во-первых, сейчас они, когда идёт распродажа новых домов, они, как бы, у меня дом уже есть один, да, семейный. Я не могу участвовать в покупке нового дома. Если только могу купить второй или третий дом с рук. То есть, в покупке могут участвовать только те игроки, у которых нету домов. Вот, во-вторых, если ты перекуп, ты поймал какой-то дом, ты его можешь перепродать, но не дороже, чем, скажем, трёхкратная стоимость. То есть, потому что, если бы этого предела не было, то там ценники были бы вообще нереальные. А так это карается, если ты, скажем так, в пять раз дороже от госстоимости перепродаёшь дом, то ты можешь, как бы, лишиться всего имущества и улететь в бан. И, наверное, наверное, это правильно. Также ты можешь приехать в риэлторское агентство. Да, здесь есть риэлторское агентство. Ты можешь здесь арендовать дом. Это, конечно, будет стоить подороже. Даже, там, минимальная цена, когда я помню, арендовал, попал только на сервер, она была, скажем так, двадцать... Да, да, двадцать тысяч. Двадцать тысяч, пока у меня не получилось купить дом. С рук в три раза дороже, чем его госстоимость. Вот. Ну и, как бы, арендовать дома, это только могут, я не знаю, какие-нибудь невероятные мажоры. Ну, каким я был. Я очень много поначалу слил денег просто на аренду домов. Вот. А мог бы купить себе какую-нибудь лишнюю крутую машину. А вот такой вот косяк я бы предложил бы разработчикам. Я не знаю, вряд ли, конечно, кто-то прислушается. Но, тем не менее, я предложил бы разработчикам для новеньких, ну, кто бы не достиг еще пятого уровня, сделать такую систему, чтобы на некоторых парковках стоял бы какой-нибудь NPC, у которого можно было бы заспаунить машину, там, за какие-то, там, не знаю, пятьсот долларов или двести долларов. Ну, чисто для новеньких. А когда уже достиг пятого уровня, тогда уже просто берешь и покупаешь парковку, или, там, не знаю, в семью вступаешь, или арендуешь дом. Ну, вот что-то такое. Потому что даже поначалу, когда новенький игрок, очень много вопросов идет именно по поводу того, вот, купил машину, а где мне ее заспаунить? А непонятно, где ее заспаунить, понимаешь? Непонятно, где ее заспаунить. Было бы очень классно, если бы какие-то были индульгенции для новеньких игроков. Но, в целом, я бы не сказал бы, что им, наверное, тут невероятно жестко развиваться, потому что даже в том же аэропорту, вот, ты можешь, там, арендовать мотороллер. И, кстати говоря, да, перейдя по рефералке, неважно, у меня или у какого-то другого, там, стримера-ютубера, ты, достигнув пятого уровня, типа, получишь 25 тысяч. Ну, так вот, новенькие могут и сесть на автобус, и арендовать какие-то мотороллеры. Очень часто игроки просто помогают новеньким. Во-первых, это связано с тем, что здесь много адекватных игроков на этом проекте, это главное. Хотя, не без уродов, бывало, я сталкивался реально с неадекватами, но не суть. Да и сам, если честно, чего греха таить неадекват. Во-первых, здесь игроки нормальные, тут зачастую могут новеньким помочь. А во-вторых, ребята, здесь есть ежедневные задания. И это невероятно круто. Я вам сейчас объясню, что. Что, зачем, почему. Во-первых, заходим в меню на буковку М. Посмотрите, ёлки-палки, вторая вещь, которая мне дико здесь нравится, это непосредственно оформление. Оформление этого РП-проекта. Потому что здесь реально всё красиво. Тут, не знаю, заходишь в инвентарь, тоже красиво. Там склад оружия в семье, тоже по красоте. Там история пишется, кто там какое оружие забирал. То есть, ну, всё сделано очень прикольно. Это реально радует глаз. Ну, и тут как бы есть достижения, да, которые ты, скажем так, выполняешь и получаешь бабулес. Но это не суть, друзья. Тут есть такая вещь, как ежедневные задания. И они каждый день разные. Твоя задача просто за день отыграть два часа. Выполнить эти ежедневные задания. Купить какую-то шмотку дешмановскую. Проехать на такси на 200 долларов. Позвонить любому игроку. Это ещё такие запарные задания. То, что тебе, ну, теоретически, Тебе надо тратить, грубо говоря, деньги. Но есть куча других заданий. Там съездить на стадион. Там есть задания подвести игрока первого уровня. Есть реально такие задания. Так, чё у меня тут? Чё? Чё, чё? Нет, ничего, просто байк крутой. А, я сам на него дрочу. Нормально всё. Так, короче. Есть задания, реально, которые, типа, Сделать пожертвование. Помочь игроку первого уровня. То есть, подвести игрока первого уровня. И зачастую бывают ситуации, Когда пацаны едут к аэропорту. Там, прокаченные игроки. Ну, тот же я, к примеру, да, могу. Если у меня задание какое-то выпадает, Я подъезжаю к аэропорту и жду, Жду какого-то чувака первого уровня. Который возьмёт, ну, то есть, Я его возьму, там, приголублю, Посажу, куда-нибудь отвезу. И тут вот таких вот мелочей до хрена. И вообще, этот РП-проект, Даже если сравнивать с другими, Ну, по крайней мере, я играл на одном проекте, Самом популярном, вы знаете, какой. Даже если сравнивать с ним, Хотя у меня там тёплые чувства остались, да, к тому. Но здесь огромнейшее количество прикольных мелочей. Начиная от того, что тебе там эту сим-карту надо купить, В телефоне, там, у тебя телефон, тебе надо оплатить. У тебя есть онлайн-банкинг. Тебе его тоже надо купить. Целая-целая-целая куча мелочей. Там номер себе выбери. И вот просто огромнейшее количество мелочей. Поначалу они тебе незаметны, Но потом, когда ты всё больше и больше играешь, Ты начинаешь их замечать, И тебя начинает от этого прикалывать. Далее, что я хотел бы ответить. Прикольная система семьи. Ну, по поводу семьи, Я думаю, что можно будет как-нибудь отдельно, ребята, поговорить. Вот, семья, это отдельный разговор. Давайте, я не знаю, возьму, до дома нашего, что ли, съезжу. Короче, как обычно. Ну, я говорил, да, у нас, скажем так, Это видео будет с огромнейшим количеством воды. Ну, без этого никуда. Вот, тут прикольная система семьи. Но самое офигительное, Чего я как бы не видел у других, Это ребятушки работы. И самый большой кайф здесь, То, что тебе, в принципе, Тут не будет скучно работать. Хотя, нет, будет, конечно, Но это не так однообразно, К примеру, как было на GTA 5 RP. Хотя на GTA 5 RP я фанатился От скучной однообразной рыбалки. Вот здесь, к примеру, вместо рыбалки Есть, скажем так, Профессия Добытчика полезных ископаемых. Как это ты там с киркой, короче, долбишься, Добываешь целую кучу ресурсов, Там продаешь перекупом, И вот это вот все, да, как мы любим. Но не суть. Сейчас я даю это до заправки, Заправлю свой мотоцикл. Так, так, заезжаем, а, тормозим. Смотри, опа. Оп, все, заправили. Теперь смотри ситуацию. Сейчас я беру себе дорогу до дома, отмечу. Вот сюда, у нас тут болтовни получается. Мое почтение. Вот, вот вроде как бы обзор, А просто, просто, просто по факту болтовня. Вот, ну, как бы не получается. У меня, знаете, взять, снять обзор, Вот как бы на стримах много рассказываю. Вот отдельно по поводу какой-либо работы, да, Я могу там коротенькие видосики записать и рассказывать. А тут просто, ну, на самом деле, Тут можно говорить и рассказывать бесконечно. Потому что здесь моментов целая куча. Ну, давайте я хотя бы немножко вам расскажу по поводу работы. Вот, а может даже не домой сейчас поедем, А может на какую-то работу съездим. Во-первых, смотрите, моя работа. Все удобно. Заходишь, листаешь, тут у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Десять профессий. И это как бы без госки, да, это без госки. Тут есть даже просто тупо профессия, Там, где ты арендуешь, короче, бусик с едой, Ставишь в людном месте, И как бы там можешь афкашить, И ты его у больницы поставил, Бусик с едой, люди подходят, Покупают себе, деньги капают. Но я, правда, один раз на ночь поставил, В неудачном месте у меня купили только один бургер За пару часов, но не суть. Ладно. Смотрите, тут как бы стандартный водитель автобуса, И дальнобойщик, и там таксист, и вот это вот все. Но главная вещь, обратите внимание, Тут есть подработки. Это там, где те бабулесы даются сразу, короче, на руки. А, к примеру, такие профессии, Как там дальнобойщик, водитель, там, вот. А те бабулесы идут именно на счет. Раз в час, да, в pay time. Короче, эти подработки. Есть лесоруб, электрик, там, к примеру, фермер. Раз в три часа меняется на них зарплата. То есть сейчас выгодно работать на лесорубе, Не выгодно работать на электрике. На фермере как бы не особо выгодно работать, Потому что там средняя зарплата. Давай, к примеру, съездим на лесоруба. Я вам просто покажу, как это все будет выглядеть. Так, ребята, у меня тут проблемка случилась. И проблемка заключается в том, Что пока я ехал, скажем так... Куда я ехал, ребята? Ехал я, ребята, на лесопилку, Показать вам работу. И не вписался в поворот на мотоцикле. И откинулся нахрен. Мотоцикл и вещь такая, она... Она чисто, знаете, для чего? Для фана. Потому что багажника нету, запас топлива маленький. И как бы, если ты куда-то врежешься, Или в тебя врежутся, То ты, конечно, сразу нафиг отлетаешь. Посмотрите, какой офигительный офис. И какой офигительный, к примеру, склад оружия. И ты еще можешь взять и заказать иммуницию. Тебе привезут банды. Бандюки привезут. Далее. История. История того, кто что забирал, Кто что положил. Вот. Ну и ладно, давайте уже зайдем в гараж. И тогда, ребята, поедем на лесопилку. Там немножко я вам расскажу о работах. Единственное, что хотелось бы отметить, Отметить тот факт, что за госки, За госработы, да, Или там, к примеру, работа с журналистом, Которая здесь также присутствует. Я не буду ничего рассказывать, Потому что я в госработах не шарю. Где-то там можно заработать много. Где-то ты там заработаешь мало. Там нужен карьерный рост. И как бы вот это, кстати, наш гараж. Вот наша новенькая машина. Где-то, где-то ты заработаешь мало, Где-то много. Где-то тебе нужно потратить время на карьерный рост. Тогда будешь, опять же, зарабатывать много. Но мне неинтересно. Это надо учить правила. Это нужно запариваться. Это надо очень много играть, присутствовать. И тогда будешь нормально денег, грубо говоря, получать. Я говорю про те работы. Там, где ты можешь просто сам на себя по кайфу работать. И какие-то варики осуществлять. Вот, кстати, там наш дом, да, на заднем плане. Красавец. Бассейн там даже есть. Ладно, поехали на лесопилку. Посмотрим там на рабов. Так, опять упал. Ладно, сейчас мне повезло больше. Не суть. Продолжаем движение. Но мотоцикл офигенский. Сигун. Так управляется он. Он так хорошо разгоняется. Максимальная скорость, конечно, не супер большая. Но разгоняется он мое почтение. Да ёб твою мать. Тот же поворот, на котором я в прошлый раз сдох. Я не знаю, я не учусь на ошибках, походу. Это просто пипец. Сейчас очень повезло. Вот, то, что я остался жив, ёлки-палки. Очень повезло. Что-то мне надо уже запомнить эти смертельно опасные для меня повороты, друзья. Прям вообще жестко. Так, ладно. Полетели. А, по поводу задания я вам, наверное, так и не рассказал. Да, выполняя задание, получаешь 5000 бабулесов. Вот опять. Вот опять я сейчас не разложился. Да ёлки-палки. Да ёлки-палки. Оп-оп-оп-оп-оп. Приезжаем. Приезжаем, друзья, на лесопилку. Сейчас тут будем наблюдать картину. Главную фишку, которую я вам хочу рассказать, что на многих работах есть прокачка. Есть прокачка. И на многих работах ты, к примеру, там на работе прокачал второй уровень, ты будешь получать больше бабла просто. А есть работы там, где ты конкретно, у тебя даже, ну, скажем так, твои действия изменяются. То есть, к примеру, если брать ту же лесопилку, поначалу, поначалу ты здесь берёшь и носишь дрова. Вот. Берёшь, носишь дрова, монотонная херня, неинтересная, но это время нужно перетерпеть. Ты поначалу берёшь, носишь дрова, вот, относишь их на место, спускаешься вниз, снова цепляешь дрова и вот так вот, грубо говоря, бесконечно носишься. Видите, пацан побежал. Вот. Но это не суть. Прокачивая второй уровень, у тебя появляется возможность, дружище, уже не просто носить дрова, тебе дают топор, и ты, соответственно, уже зарабатываешь намного больше. Потому что ты бегаешь по этому лесу и рубишь топором деревья. Вот. За счёт этого ты зарабатываешь больше. Ну и, по крайней мере, смена обстановки, потому что бегать постоянно с топором тебе надоедает. Но, получая третий уровень, у тебя появляется возможность остальных работников, которые работают на лесопилке, подписывать на контракт. И этим работникам, во-первых, будет платиться большая сумма за работу, и часть денег будет идти к тебе. Там буквально копейки. Но если ты, скажем так, на контракт посадишь человек 10, то сумма уже будет, ну, достаточно неплохая. Единственное, что, конечно, большой вопрос, что выгоднее, самому работать или бесконечно бегать людей на контракт подписывать и искать тех ребят, кто без контракта. Опять же, для разработчиков, вот, хотелось бы, не знаю, дать совет. Во-первых, когда у тебя третий уровень, чтобы ты видел, какие игроки работают с контрактом, какие без контракта, чтобы просто так не надо было бегать. Потому что реально зачастую бывают ситуации, особенно лесопилке, когда тебе выгоднее просто самому работать, чем туда-сюда бегать, искать там кого-то на контракт подписывать. И плюс, может быть, все-таки за контракт увеличить сумму, чтобы реально была какая-то выгода и был смысл запариваться. Потому что, ну, на лесопилке, да, к примеру, посадить дровосека на контракт, это нужно бежать оттуда, с лесопилки сюда, а потом обратно. Вот, бегаешь тут как дурак, не понимаешь, есть контракт, нету контракта, спрашиваешь игроков. У половины игроков есть контракт, и было бы хорошо, если бы, грубо говоря, то есть было бы видно изначально. Ну, по поводу этого будут, наверное, отдельные видосы, касаемо изменений, потому что идей накопилось достаточно много. Хотелось бы вам сказать ту фишку, что тебе не надоест. Ну, ты, как бы, там, какой-то день поработал лесорубом, потом заходишь на следующий день играть, а смотришь, у лесоруба зарплата низкая. Зато у электрика, к примеру, высокая. Едешь и работаешь, к примеру, электриком. Вот, у электрика там все достаточно просто. Ты, скажем так, берешь, поначалу в помещении бегаешь, чинишь разные щитки. Причем, пока ты чинишь эти щитки, у тебя есть мини-игра, там, где тебе надо, там, подобрать проводки, соединить. Получая второй уровень, ты уже ездишь на машине по штату, ищешь эти электрощитки и их уже чинишь. То есть, ну, становится интереснее. Хотя, опять же, к этой механике тоже много вопросов, потому что зачастую тебе надо, там, проехать 5 километров, 7 километров проехать. Это, скажем так, не всегда приятно. Когда получаешь третий уровень, у тебя уже появляется возможность, опять же, сажать ребят на контракт. Далее, есть такая работа, как фермер, я думаю, что это, мы до туда быстрее доедем. Вообще, целая куча работ, да, то есть, ты можешь работать на дальнобое, если ты в штате уже достиг 5-го года, ты можешь работать на дальнобое. Там разные заказы, там всегда разнообразие, ты везешь разные грузы, постоянно разные маршруты, какие-то легкие, какие-то сложные, какие-то дешевые, какие-то дорогие. И сейчас онлайн игроков стал намного больше, чем обычно. Вот, в последнее время что-то тут непонятное происходит, не знаю, надо было мне останавливаться или нет, но есть шанс, что меня за это могут посадить сейчас. Но останавливаться не буду, потому что, ну, нахер обычно, у меня оружие. Ну, вот, у меня там калаш. Вот это мы приехали на ферму. Здесь прикол заключается в том, что чуваки берут лейки и поливают растения. Я только не понимаю, почему здесь сейчас на ферме никто не работает, реально никого нету, сам я не хочу сейчас устраиваться. Бегают здесь, носятся, поливают растения, потом в лейке заканчивается вода. Они бегут и в цистерне набирают воду. И вот так вот бесконечно бегают, воду набирают, скажем так, поливают. Воду набирают, поливают, получают второй уровень, идут уже работать на тракторах. То есть на тракторах там что-то делают, что-то там пашут, не знаю, засеивают. Я еще, кстати, не работал на тракторе, хотя уже второй уровень получил. А получая третий уровень, ты получаешь уже непосредственно контракт. И как бы тут по поводу каждой работы можно рассказывать намного дольше. Самая главная фишка заключается в том, что разнообразие И когда ты подольше поиграешь на этом сервере Ты здесь сталкиваешься с тем, что ты начинаешь понимать Что, не знаю, по крайней мере те ребята, которые делают здесь обновления Которые это все придумывают Но они прям к этому с такой, знаешь, ну с любовью, наверное, относятся Потому что реально на этом РП сервере огромнейшее количество мелочей Приятных, а может быть даже неприятных, которые усложняют игру Но благодаря этому рождается интерес Благодаря этим мелочам, ну прям сделано с любовью Прямо сделано с любовью Все равно косяков на самом деле так же много Мы о них будем, наверное, разговаривать в будущих видосах Буду записывать видосы о работах, наверное Что лучше было бы взять и, скажем так, поменять Да, ну вот даже, к примеру, на фуре работаю У тебя там разные товары для перевозки Получаешь второй уровень, у тебя еще больше товаров, разновидностей появляется Получаешь третий уровень, ты можешь брать более крутую фуру Ты можешь брать еще какие-то новые заказы Новые какие-то деньги, скажем так Ты сможешь быстрее все это выполнять И так почти везде Ну и единственное, что если брать, к примеру, такую работу, как Такую работу, как Подожди Такую работу, как горник Копатель, горщик, да Тут даже там плевать Низкая, высокая зарплата стоит Ты тут просто добываешь ресурсы Потом их перепродаешь повыгоднее Можно много заработать При том условии, если ты накопишь на кирку с алмазным покрытием Тогда там будут падать алмазы Тогда можно дохера зарабатывать Но я там еще, грубо говоря, не работал А каменоломин на карте огромнейшее количество То есть они пустеют, они полнеют Видишь, тут все красные То есть они уже пустые Есть желтенькие И там целая куча народа Берут и работают И, наверное, самый главный плюс Который я здесь увидел И для меня это, ну, скажем так Была достаточно большая разница с GTA 5 RP Вот, она заключается в обновлениях Если, к примеру, в GTA 5 RP Там они, не знаю, раз в месяц или раз в два месяца Ну, короче, выпускают они обновления Но там последний раз, когда выпускали обновления Они там пустили какой-то тизер, трейлер Вот, у нас там скоро обновление будет Вот это вот все Ребята там, уго, будет жарко Ну, в конечном итоге там выпустили снова очередные тачки Кальян там что-то добавили Да, это, конечно, прикольно Там кальяны Но в плане работ они ничего не изменили Да, то есть И в многих других планах они ничего не изменили Ну, такое, знаете, среднечковое обновление Но о котором там это все пафосно говорилось Там трейлеры Вот эта вот вся хурма Здесь обновление выпускается каждую пятницу Каждую пятницу И тут обновление не какая-то залупа В прошлом обновлении они взяли Добавили новый бизнес для семей Да, там, ну, какие-то тачки Это стандартно добавили Но и много приятных мелочей То есть, ну, и каждый раз что-то разное И это реально круто Каждую неделю, пацаны, нормальные обновления А не там, где только добавляются, грубо говоря, там, странные донатные тачки Или супердорогие тачки Хотя этот раз тоже Макларен добавили, еще что-то Ну, как бы, как бы тут понятно Тут понятно Но помимо тачек Как происходит везде, да, с обновлениями Добавляется очень много приятных ништяков И вроде бы как Прислушиваются даже к игрокам Так что, ребятушки, вот такое вот видео получилось Да, извиняюсь Вот Оно водяное Но, тем не менее Если ты досмотрел до конца Огромнейшее тебе спасибо Просто пойми Тут об этой всей фигне можно бесконечно говорить Просто реально можно говорить бесконечно Если хочешь поиграть со мной По ссылке в описании Регаса Приходи играть на первый сервер Найди меня каким-то образом на стриме Или просто так Там поможем приутим Вот Пишите в комментариях На какие темы снять видос Да, касаемо ГТРП И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok